здравствуйте буквально на днях узнала интересный способ борьбы с коронавирусом или профилактики коронавируса я не знаю насколько это реально я не врач я не даю никаких рекомендаций что этот способ надо использовать я просто хочу узнать мнение людей что они думают по этому поводу может быть есть среди вас врачи которые могут сказать что это да это может сработать или может быть это ни в коем случае делать нельзя может быть это не сработает в общем способ такой для начала скажу вообще почему его придумали этот способ потому что считается что вирус умирает при температуре 56 градусов не 27 которые вот рассылают в смс-ках по интернету 56 градусов реально убивают вирус и что люди придумали что вирус то первым делом что попадает нам в нос и именно вот там те места которые недостаточно прогреваются особенно но что у нас холодный когда мы им дышим вдыхаем холодный воздух и туда не попадает тепло в достаточной степени чтобы убить этот вирус и что придумали люди они придумали ну первое это что помогает это сауна потому что там температура от 60 до 90 градусов по-моему в русских банях бывает и больше когда веником там парку поддаем 100 градусов показывает термометр но есть способ такой который не не вынуждает нас ходить в баню или сидеть в ней постоянно и этот способ очень простой есть домашний фен которым нужно на не очень как бы горячим но достаточно горячим чтобы ну вот на вы должны сами чувствовать порог то есть не делать себе больно но и достаточно чтобы было горячо задувать себе в нос но не просто задувать а задувать распыляя воду чтобы влажность туда попадала вот таким вот образом вот одновременно дуть себе феном чтобы в течение пяти минут этот вирус убивается то есть это для профилактики если вы вдохнули вирус вам он попал в нос вот просто придя домой можете это сделать и рекомендуется для профилактики два раза в день если вы чувствуете что уже заболели можно и пять раз в день делать по самочувствию что я думаю по этому поводу я не знаю насколько это действенно когда вирус попадает насколько он может там размножиться или нет вероятно да вирус будет убит но если тут какие-то побочные эффекты например в носу всегда есть слизистая оболочка которая помогает попадающие микробы убивать иногда она не справляется микробов слишком много и не получается значит убить попадающие микробы но все-таки она же существует это слизистая для чего-то если вы ее просто как бы сожгем что тогда будет кто может ответить мне на этот вопрос все-таки стоит использовать этот метод или не стоит для профилактики годится или нет и для лечения тем более я не знаю если вирус попал уже глубже то вряд ли это поможет потому что уже не там я не знаю в общем напишите в комментариях что вы об этом думаете мне очень интересно ну и напоследок хочу сказать пару таких идей которые действительно не повредят первое это хорошо кушать и хорошо питаться питаться жирной питательной пищей потому что именно жиры животные животные белки вот эти сейчас я уже все напуталась в общем хорошо есть чтобы хватало мощности и сил и ресурсов у организма убивать вирусы и я слышала одну из версий что ни в коем случае нельзя в данный момент быть веганом или использую но есть только без мяса потому что именно вот эти белки помогают бороться с этим вирусом то есть не надо быть уязвимыми уязвимыми для этого вируса нужно иметь достаточно ресурсов нет вы можете конечно оставаться веганом и просто когда случается такой серьезный серьезная война в организме когда нужны силы и когда организм просто будет использовать ваши собственные клетки ваш собственный жир которого и так немного чтобы побороть эту эпидемию я даже не знаю но опять-таки я не врач я не даю никаких советов я просто передаю вам то что я вам то что я слышала если вам это помогло ставьте лайки подписывайтесь на канал смотрите мои другие видео и еще не забывайте почаще улыбаться и смеяться несмотря ни на что потому что к позитивным людям не прикасаются никакие микробы вот поверьте не надо ни на минуту падать духом просто улыбайтесь просто смейтесь если не можете включите себе передачу какую-нибудь смешную квм например или что-нибудь развлекательное ну что спасибо всем пока пока пока